Всем большой привет! Меня зовут Настя, вы на моем канале, очень рада вас здесь видеть. Он посвящен моему пути в науке, а также жизни в Германии. Это видео будет о пяти важнейших советах для студентов на PhD. Пару слов обо мне. Я переехала в Германию на магистрскую программу, закончила ее в Дрездене и затем начала свою PhD в Берлине, в Шарите. Но давайте же скорее приступать к теме данного видео. Итак, совет номер один. Возможно, выглядит очевидным, но все же он неимоверно важен. Кто твой супервайзер? Порой можно легко забыть об этом. Если тебе очень понравилось название проекта, сам проект, его описание, очень важно, кто твой групп-лидер и кто твой супервайзер. Можно познакомиться сейчас, наверное, скорее по скайпу, по зуму, онлайн. Еще полтора года назад это было в норме вещей. Конечно же, предварительно списавшись с профессором, приехать в лабораторию, посмотреть институт, познакомиться с людьми в лаборатории вживую, по-настоящему, немножечко представить себе, как вы будете работать в том или ином месте и, конечно же, познакомиться с вашим супервайзером. Порой супервайзер и групп-лидер — это даже один человек, в зависимости от размера группы, от того, какой именно проект. Но зачастую у вас все-таки есть и групп-лидер, и отдельно супервайзер, кто непосредственно работает конкретно над вашим проектом. Конечно же, очень важно, какой это человек, какой это человек в работе. Это может быть что-то по мелочи, например, приходит ли этот человек рано-рано утром в лабораторию, так как поначалу все равно здорово начинать вместе с кем-то работу свою, чтобы было кому задать вопросы. Все равно вам нужно привыкнуть к месту, к обстановке, опять же, к вашей теме, потому как огромные усилия требуются для того, чтобы по-настоящему понять, чем вы будете заниматься. Никто не запрещает вам пообщаться с другими ребятами из лаборатории, поспрашивать о вашем супервайзере у них, это абсолютно нормально. Например, когда у меня были такие Zoom, знакомства с лабораториями, было даже забавно, как твой супервайзер, он говорит, а теперь я сейчас выйду из комнаты, выйду из этой конференции, и ты можешь задавать любые вопросы оставшимся PhD-студентам, которые также участвуют в собеседовании. В общем, это абсолютно нормально, поспрашивать о твоем супервайзере у других людей заранее. Конечно же, это абсолютно нормально и логично и хорошо, если у вас супервайзер требователен, внимательно относится к работе, к проекту, но иногда бывают случаи, когда именно из-за супервайзера хочется бросить все, оставить проект, не дописать, не знаю, статью и просто уйти из PhD. Это, конечно же, очень печально. Иногда это потраченные в пустую несколько лет ваших трудов. В общем, совет номер один, как можно лучше и заранее узнать, кто будет ваш супервайзер. Совет номер два под названием Work-Life Balance. Действительно, начиная какой-то проект, можно очень легко так сильно углубиться в него, забыть обо всем, забыть о своем здоровье. И, конечно же, ни к чему хорошему это привести не может. Очень большая вероятность того, что вы выиграете, что вам надоест. И, конечно же, в этом, в общем-то, и смысла нет, если вы на какой-то относительно короткий период так сильно будете работать, а затем у вас закончится мотивация, закончатся идеи. Опять же, в науке далеко вероятность не единица того, что получится ваш проект и ваш ресерч. Часто очень в ходе уже анализа вы меняете даже свою тему, меняете вопросы и гипотезы, которые вы ставите. Поэтому очень важно соблюдать тот самый Work-Life Balance, искать этот баланс, не забывать о своем сне, здоровье, отдыхать. Все-таки иметь какие-то хобби еще помимо науки. Это тоже важно, важно отвлекаться от учебы и от работы в лаборатории. Потому как, мне кажется, очень часто как раз во время какой-нибудь прогулки или отдыха приходят отличные идеи по работе. PhD — это уже полноценная настоящая работа, и поэтому, как и в любой другой, Work-Life Balance — наше все. Пункт номер три — H-индекс. Мы говорим с вами о работе в науке, и в наши дни сейчас она устроена таким образом, что он очень важен. Что это такое? Итог вашего труда, какого-то небольшого отрезка вашего проекта или глобально весь ваш проект — это статья, научная статья. И очень важно, в каком именно журнале она напечатана, опубликована. И в зависимости от этого меняется ваш H-индекс, то есть в каком-то смысле показатель того, какой вы ученый, как часто цитировал здесь ваши статьи в других статьях. Опять же, здесь очень все неоднозначно, потому как, конечно же, есть темы, которые, не знаю, более подробно освещены, гораздо больше лабораторий над ними работают. Есть какие-то более узкие, небольшие, но от этого не менее ценные, интересные темы. И поэтому это очень такой тонкий момент. И не скажу, что мне очень нравится принцип работы, вот это вот основополагающее нечто в виде H-индекс от науки сегодня. Но об этом мы не можем не помнить, потому как таковы реалии. Очередная важнейшая вещь — это деньги. И, конечно же, очень важно, что вы заинтересованы, вам нравится то, чем вы занимаетесь. Но, конечно же, важно помнить и об этой составляющей, о деньгах. Есть несколько вариантов того, как оплачивается ваша позиция. Иногда в некоторых странах вы обязаны найти сами по себе финансирование в специальных фондах, договориться как-то с институтом. Иногда вы подаетесь на PHD как на позицию, и под нее уже выделено определенное количество средств. И здесь очень важно понимать, что вас ждет не завтра, но через 3-4 года. Во-первых, насколько рассчитана конкретная позиция. Во-вторых, имеет ли возможность ваш групп-лидер и ваш институт продолжить, если вдруг вы не успеете что-то закончить. Потому как, опять же, в мокрой лаборатории очень часто эксперименты затягиваются. Они, точнее, практически всегда затягиваются. И, скорее, редко, когда вы успеваете сделать все срок или быстро. Чаще всего вам нужно что-то повторить, еще раз подтвердить, дополнить ваш ресерч. И поэтому я напрямую спрашивала по поводу финансирования лаборатории, по поводу того, какие гранты в ней уже выиграны. И, конечно же, с годами вы все больше вникаете в бюрократическую часть работы в науке. Это очень интересно и важно для вас как для ученого, и, допустим, в будущем как для групп-лидера. Но когда вы только-только идете на проект, об этом очень легко, опять же, забыть. Ну и в целом вы должны знать свои права, понимать, сколько лет займет ваш проект плюс-минус. Потому как, опять же, в разных странах варьируется. Некоторых PHD занимает 3-4 года, где-то может даже до 7 лет доходить. А, опять же, зарплата у вас будет все так же PHD все эти 7 лет. Да, она немножко чаще всего растет, но все же это не самые огромные суммы. Поэтому помните о том, кто вам будет платить, сколько, откуда идут финансы, насколько хорошо себя чувствует лаборатория и институт, и насколько безопасно вы, скорее всего, будете себя чувствовать в плане финансов. И самый последний пункт. Не забывайте про нетворкинг. Опять же, стоит вернуться к тому, что вы должны думать наперед, думать о своих планах после PHD, ради чего вы делаете PHD и что вас ожидает дальше. Поэтому, безусловно, эти несколько лет — это ваша возможность построить себе будущее в том числе, построить нужные связи, заняться нетворкингом. И все это также необходимо в науке, потому как все равно очень часто крутые проекты, они раздаются именно в коллаборациях. Важно знать, с кем, кто чем занимается, кто готов на это. Обязательно помните об этом, о том, что в науке связи очень важны, и важны для вас, как для ученого. Итак, мы поговорили с вами об очень важных, на мой взгляд, вещах, о том, о чем стоит помнить перед тем, как ты идешь на PHD, во время вашей работы в лаборатории. Очень важно заранее предугадать, кто будет вашим групп-либидером, супервайзером. Во время работы не забывайте об отдыхе, о work-life balance, но, конечно же, помнить стоит всегда и о вашей карьере. Заранее понимать, что вас ожидает, сколько лет учебы, сколько вам будут платить, и есть ли возможность подстраховки на будущее, если ваш проект затянется. Ну и, конечно же, в науке действительно очень важны связи, важно, с кем вы работаете, коллаборируете, общаетесь, поэтому это также неотъемлемая и важная часть, о которой стоит помнить. А на этом я хотела бы закончить это видео. Большое вам спасибо за просмотр. Как всегда, очень нужна ваша поддержка в виде комментариев, лайков. Большое вам за них спасибо. Также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И на этом все, и до новых видео.